библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте меня зовут дмитрий добыкин и мы с вами на библейском портале экзегет мы с вами продолжаем читать книгу премудрости соломона и сегодня 18 глава 18 глава продолжается с рассказа о той тьме которая была на египте мы как читаем эту главу я прочитаю небольшой отрывок его объясняю потом следующий следующий и так до конца главы и так 18 глава начинается с такого союза противительного а то есть мысль продолжается которая была изложена в 17 главе а для святых твоих был величайший свет и те слыша голос их а образы их не видя называли блаженным потому что они не страдали а за то чтобы в прежде обижать обижаемыми не мстили им благодарили и просили прощения в том чтобы заставить переносить их вместо того ты дал им указателям на незнакомом пути огнет светлый столб а для благополучно странственно и безвредное солнце ибо те достойны были лишения света и заключения во тьме потому что держали заключение сынов твоих через которых имел имел бы дан миру нетленный свет закона святые твои это естественно еврейский народ величайший свет понятно что имеется ввиду обычный солнечный свет но автору важно показать не то что а вот египтяне были во тьме а евреи были при свете ему было важно показать что вот этот свет он соединялся со светом божьим то есть они были не просто во свете как весь остальной мир кроме египта но еще они были с богом а те и те вернее это как раз египтяне они слышали их голоса но образа их не видели я напомню что есть один мидраж который рассказывает о том что египтянин то есть на египте на самом деле тьмы не было а по тьме находились сами египтяне и а евреи в это время ходили как будто есть свет так вот те слышали голос евреев и называли их счастливыми слова боже это церковнославянизм и его конечно есть разный способ перевести но в данном случае можно перевести как счастливые почему счастливые или они не страдают более того египтяне благодарили евреев за то что евреи не мстили им история рассказана в книге исход можно сказать показывает что евреи могли мстить египтянам за те угнетения за те жестокие которые совершали египтяне против евреев более того египтяне просили у них прощения об этом тоже не сказано в книге исход но об этом сказано в медражах третьем стихе автор как бы немножечко прерывается в рассказе о египетской тьме и рассказывает историю которая произошла позже это тот столб который двигался вместе с евреями во время их путешествия во время странствия по пустыне и и если про столб огнесветлый столб книга исход говорит то вот про безвредное солнце нет в общем этот столб по медражам являлся не только таким путеводителем евреев но он был таким еще и зонтиком который спасал евреев от палящего солнца священное писание говорит о том что когда евреи странствовали по пустыне питались маны они все было хорошо у них не болели живот и не распухали ноги ну и вот возможно отсюда появился счет упоминание о том что этот столб их охранял от палящего зноя о чем кстати сказано тоже еще написание за что как бы так можно сказать за что евреев бог хранил от тьмы потому что через них должен был быть дан миру нетленный свет закона обратите внимание вот на какую вещь что закон закон будет дан евреем через евреев не только для самих евреев но и для всего мира и вот здесь мы можем сказать что такой очень тонкий очень такой тихий намек на миссионизм в книге пророка исаев книги пророка михея есть одно пророчество которое совпадает практически слов слова и она говорит о том что от сиона выйдет закон и слово господне из иерусалима когда бог избрал еврейский народ когда он даровал им закон то еврейский народ не был призван к миссии идти куда-то и проповедовать возвещать слову божие евреи не были закрытой нации то есть человек который видел веру евреев узнавал закон божий мог прийти к израилю принять обрезание исповедовать истинную веру и стать евреем и почитать истинного бога но евреи не шли и не проповедовали все изменилось со смертью воскресеньем господу на нашего иисуса христа который сказал идите научите все народы то есть все народы должны узнать закон божий но мы должны понимать что первоначально господь избрал еврейский народ к нему он первоначально пришел и первые проповедники слова божьего закона господня были все-таки евреи и поэтому вот как бы бог спасает еврейский народ для чего для того чтобы когда-нибудь лучшие представители еврейского народа проповедовали слово господне для всего остального мира хорошо давайте читаем дальше в следующем отрывке говорится о поражении первенцев и других бедствиях когда определили они избить детей святых хотя одного сына покинутой и спасли в наказание зато ты отнял множество их детей и самих всех погубил в сильной воде та ночь была предвозвещена отцам нашим дабы они твердо зная обетование каким верили были благодушны и народ твой ожидал как спасение праведных так и погибели врагов ибо тем ты наказывал врагов тем самым возвеличил нас которых ты призвал святые дети добрых тайны совершали жертвоприношения и намысленно постановили божественным законом чтобы святые равно участвовали в одних и тех же благах опасности когда отцы уже воспевали же воспевали хвалы ну давайте здесь остановимся и разберемся значит здесь автор начинает говорить о причинах почему произошло вот это бедствие с египтом и причина следующее что египтяне избивали детей святых святые напоминают конечно еврейский народ в данном случае святые они не потому что они такие праведные более того священное писание говорит о том что бог избрал еврейский народ не потому что он был там самый лучший из всех народов слово святой в священном писании означает отделенный выделенный избранный то есть вот если мы читаем там детей святых детей избранного народа вот египтяне истребляли детей святых причем это был именно геноцид то есть уничтожение всех мальчиков подчистую и вот в этом была одна из причин почему египтяне были наказаны более того как как истребляли египтяне детей они брали всех новорожденных мальчиков и бросали их в воду и как бы наказание у них у самих умрут дети а сами египтяне погибнет в воде но сами евреи были предупреждены моисеем а моисей предупрежден богом что что произойдет и поэтому они твердо зная божие обетование верили и были спокойны они знали что они спасутся враги погибнут причем если в предыдущий раз говорится дети святых то здесь говорится спасение праведных вот кто такой праведник с точки зрения священного писания это тот человек который выполняет волю божью самое простое определение и бог через моисея сказал что должны сделать евреи они должны заколоть агнца собрать его кровь помазать этой кровью косяки и притолки дверей и находиться в этом доме с помазанном доме и только после этого только только те кто вот в этом доме кто помажет этот дом будут спасены все ли евреи это сделали мы не знаем священное писание так вот четко не говорит возможно даже не все почему потому что чтобы это сделать нужно было поверить богу который говорил через моисея и вот спаслись именно праведные те которые слушали слово божие вот это чудо которое бог совершил в египте это чудо показывает что бог избрал еврейский народ возвеличивал святые дети значит в данном случае можно понять именно как дети именно как дети не взрослые вообще все весь и весь израиль а именно дети в израиле значит они совершали жертоприношение они участвовали в пасхальной трапезе это действительно так потому что священное писание говорит что в пасхальной трапезе должен должны были участвовать все и по сей день классически как проходит пасхальный седр пасхальный ужин то есть есть отец и отец обращается к своему старшему сыну или там единственным сын или старшему сыну и между ними происходит диалог то есть вот вот это есть ну как бы вот 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 эти вот эти действия они показывают что даже достаточно маленький ребенок может участвовать в пасхальном седре и это для всех дети приносили жертвы отцы воспевали хвалу об этом ничего не говорит священное писание но мы можем понимать что скорее всего это тоже мидраж давайте прочитаем дальше с десятого стиха с противной же стороны отдавался не стройный крик врагов разносился жалобный вопль над отплакими детьми одинаковым судом был наказан раб за господином и сталидин терпел одно и то же царем все вообще имели бесчисленных мертвецов умерших одинаковой смерти и живых не доставало для погребения так как в одно мгновение погублен было все драгоценнейшие их поколения и не веявшие ничему ради чародейств при погублении первенц признали что этот народ есть сын божий ибо когда все окружало тихое безмолвие и ночь в самом течение достигла середины сошлось небес от царственных престолов на середину погибельной земли всемогущая солотое как грозный воин она не слова стремечь неизменно этого повеления и став наполнился смертью она касалась неба и ходила по земле тогда вдруг сильно встревожили все мечты сновидений наступила неожиданные ужасы и будучи поражаем один там другой тут по мертвой объявлял причину по которой он умирал ибо стревожившие их сновидений предварительно показали им это чтобы они не погибли не зная того за что терпит зло евреи совершают обряд пасхи египтяне же плачут над своими над своими детьми причем смерть постигла всех людей начиная дома простолюдина и заканчивая домом царя много мертвецов здесь видимо автор все прибегает либо к мидрашу либо гиперболе потому что говорится о том что там было настолько много мертвецов что не хватало людей для погребения но мы знаем из священного писания что умерли только первенцы то есть не умирали там все и дети или там умерла большая часть народа умирали только первенцы при этом первенцы это все-таки драгоценнейшие потому что ну как первый ребенок ожидание наследства больше сил в него вкладывается и вот они они погибают гибель первенцев конечно же выглядит очень жестокой и мы можем так задать вопрос почему господь так наказал египтян но мы должны помнить еще что господь не только любящий но и справедливый египтяне истребляли всех евреев и вот здесь наказание здесь наказание она все-таки не такое страшное как те мучения которые терпели евреи в египте но когда это происходило это было еще и педагогика это не только наказание но и педагогика для египтян они понимали что еврейский народ и сын божий очень интересный образ когда весь израиль называется сыном божьим в данном случае автор хочет подчеркнуть что между богом отцом и вернее бог который есть отец и израиль который есть сын есть особые отношения любящие отношения что еще интересно как описывается это наказание значит с небес сходит божие слова которая ногами стоит на земле а головой касается небес и это божие слова острым мечом уничтожает всех всех кого господь решил наказать значит с одной стороны здесь можно понять как персонификация слово божие оно приходит стал оттуда где господь находится и она она велико потому что она большое и меч в данном случае это образ божьего наказания потому что в священном писании меч если его использовать не в прямом значении в переносном как метафора то это это божие наказание и еще как откровение божие потому что откровение божие и отношение к откровению божьему судить человека ну вот то есть можно понять как персонификацию то есть никто конечно не сходил однако мне попалось толкование святили и вставки антиохийского который говорит о том что вот это слово божие это не персонификация а это второе лицо пресвятой троицы то есть она сошло и она велико она наказывала но вот в данном случае это был это был сын божий более того автор касается еще так снова медращая говорит о том что вот те первенцы которые умирали они не просто так упали и умерли они перед этим говорили почему они наказываемы то есть они служили такими проповедниками для своих родителей почему с ними произошло так такое бедствие такое зло хорошо давайте дочитаем 18 главу хотя искушение смерти коснулась и праведных и много их погибло в пустыне но недолго продолжался этот гнев ибо непорочный муж поспешил защитить их принеси оружие свое служение молитву и милостивление кодильная он противостоял гнивы положил конец бедствию на показав тем что он слуга твой он победил истребителя не силу телесную и не действием оружия но словом покорил наказывающего воспоминув клятвы завета отцов ибо когда уже грудами лежали мертвые одни на других он став середине основал гнев и пресек ему путь к живым на падере его был целый мир и славными на отцу были вырезаны на камнях в четыре ряда величество на диадеме головы его этому уступил истребитель и этого боялся ибо довольно было одного это испытание гневного давайте здесь разберемся здесь автор снова переносится из египта в пустыню и рассказывает историю которая про описывается в книге чисел значит израиль как всегда занимался любимым делом роптал против бога и бог решил наказать евреев посылает губителя ангела хочу подчеркнуть что это небес это не демон это именно ангел господень который приходит и начинает истреблять начинает истреблять евреев и вот кто останавливает этого ангела этого ангела останавливает аарон вот здесь он так и назван непорочный муж он берет кадила не надо кстати представлять только дело которое у нас в храме то есть на цепочках и так две чаши соединенные вместе она представляла собой скорее такую ну наверное лопаточку на которую клали уголь и и кадили ну если с чем-то сравнить возможно вам попадалась такая вещь как ручная кадильница то есть такой на ручке какая-то чаша куда кладется уголь и бросается в одну вот что-то похожее было и у аарона и он останавливает становится между мертвыми живыми он кадет и вот этот ангел тоже останавливается если книга книга чисел говорит что как бы каждение остановило то книга премудрости соломона добавляет что на самом деле он говорил к этому ангелу и напомнил ему те обещания которые бог давал раньше еврейскому народу дальше описывается облачение первого священника здесь используется несколько как раз там слов и каких-то образов которые может быть непонятны падир падир это одежда которая надевалась под и фут значит она представляла собой такое такое платье не очень длинная не в пол чуть чуть повыше пола на него одевался и форт и флот это был такой ну наверное если уж сравнивать то ближе всего наверно будет будет сакас который носит епископ но это вот ближе всего это не означает что он такой это четырехугольная одежда с прорези для головы которая одевалась сверху и на эфоде одевался специальный нарамник или нагрудник которым были в четыре ряда 12 камней на этих камнях были написаны написаны имена колен израилевых и когда священник одевал от падир и фод нарамник он как бы являл собой представителя всего еврейского народа кроме этого у него было в церковнославянском и в русском переводе такая шапка которая называется кидар если перевести ну на более понятный русский язык то это либо тюрбан либо чума и вот у него была такая шапочка и на этой шапочке вот здесь была приделана такая табличка золотая которая называлась святыня святыня господня или святыня яхва первосвященник представлял собой весь израиль и являлся таким посредником между израилем и богом и вот здесь этот посредник стал между ангелом и оставшимися живыми евреями и остановил его остановил его и более того автор как бы как так но тоже использует гипербол потому что как ангел может испугаться вот этим виду этим словам этому каждению ангел испугался и остановился и прекратил истребление понятно что если бы бог бы не остановил бы этого ангела к истребление бы продлилась но бог видя веру ароной и возможно рассказание еврейского народа прекратил вот это истребление хорошо мы с вами прочитали 18 главу у нас осталась еще одна последняя глава мы с вами были на библейском портале экзегет меня зовут дмитрий горчат обыкин спасибо за внимание до свидания спасибо за субтитры Алексею Дубровскому